Юлия Рихтер Там дается 10 минут, и в принципе 8 или 9 минут мы шли прям очко в очко, и непонятно было, кто выиграет. Но меня наоборот очень закаляет, когда идет последнее время, у меня всегда дополнительные силы, я очень люблю проигрывать, меня это прям подстегивает. Я бы, не знаю, руки там сорвала, но я бы доделала до конца все. Все равно самые сильные гиревики, они у нас в России, потому что это наш исконно русский вид спорта, и даже чемпионат России выиграть намного сложнее, чем чемпионат мира. Помимо призов о выступлении на Кубке мира, Юлии напоминают и множественные мозоли на ладонях. Приехав в Красноярск, практически на следующий день она вышла на работу. В свободное время от тренировок спортсменка несет службу в исправительной колонии. Завтра в нашем городе стартует предсезонный турнир по хоккею шайбой на призы Министерства спорта Красноярского края. Турнир посвящен памятью легендарного игрока Валерия Харламова. За главный приз поборются четыре команды – «Сокол», «Ангарский Ермак», «Новокузнецкий Металлург» и «Алтай из Барнаула». К сожалению, по финансовым причинам от участия в турнире отказался китайский клуб «Цэнг Тоу». Турнир пройдет по круговой системе. В воскресенье состоятся игры за третье и первое места. Все матчи пройдут в Платинум-арене. Вход свободный. В Красноярске откроется Академия регби «Сибирь». Федеральный центр по развитию этого вида спорта в Сибирском федеральном округе и Дальнем Востоке будет создан на базе флагманов отечественного регби «Енисея СТМ» и «Красного Яра». Школа займется поиском и подготовкой талантливых игроков, а также повышением квалификации тренеров и арбитров. Один из ближайших семинаров начнется уже завтра. В программе теоретическая часть и мастер-классы по технической подготовке спортсменов, а также обсуждение современных тенденций судейства. Антон Соркин, Эдуард Баглай, Афонтова Спорт.